Вы себе не представляете, как приятно выходить на сцену под аплодисментом. Затисленный, большой номер. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Рады видеть вас и чувствовать в добром здравии. Пацаны нас снимают. Поэтому надо делать юбилейцы сегодня. Сегодня на самом деле юбилей. И ровно 763 выступления назад мы впервые вместе соединились. Ну, кто же считал, я не знаю, но юбилей, что-то это юбилей. Мы так решили, по всяком случае. Ребята об этом еще не знали, вот я так сейчас придумал. Короче, 21 с лишним год назад, это уже в картах перебор, соединились три мятежных сердца, три бунтарских разума. Из разных городов, наши великие и необъятные тогда, вот, и на свет Божий явился терцет, мы так себя скромно называем, не трио какой-нибудь, не два плюс один, терцет, который сейчас поныне носит название Муха 1-2100. Почему, я думаю, будет рассказано дополнительно. Вообще, не знаю, поднимите руки, кто впервые вообще будет видеть это вторующее действие. Сколько нас? Мы? О, нас кемало. Это хорошо, вам повезло. Ну, сначала трое, мы тоже. Мы не знаем, что происходит. Потому что мы не знаем, что произойдет. Следующий. Что угодно может быть. Но, тем не менее, на свет Божий появились песни, которые мы написали вместе. Песни соединились вот в какую-то программу, которую мы сегодня хотим вам представить. И заглавная песня, почему ты знаешь, что песни под мухой, не потому что певцы и авторы выходят на сцену, нет, потому что на первой нашей пластинке совместно первая песня была под названием «Муха». А все остальные под ней, поэтому песни под мухой. Ну, а вот через 20 лет вышел диск, который мы назвали «20 лет под мухой». Когда я в печень, а? А скажите, пожалуйста, дети есть сегодня? Ну, присутствует практически все дети сегодня. Дело в том, что когда мы выступаем в залах, где присутствуют дети, то, как правило, приходят записку сразу. В субботе, пожалуйста, промуху. Почему-то вот она детская песня считается. На самом деле мы ее как детскую теперь и воспринимаем. Ну, попробуем разобраться в очередной раз. Можно, знаете, так подхлапывать тихоечко, да? Как говорят наши братья по псу-те. Я не вижу вашу руку! На продавленной поюке лежу. Мы стелем из себя, мы мупим. А в окно с неизменным жужу Мой секрет не влетает обед. Скоро лампочку я купил ее. Залезает с ногами в постель И шифровку мне передает. Но на дом наш уже в темноте. Муха моя муха, она шепчет мне ухо, Что не все так глухо, как в танке. Вот пройдет чернуха, и начнет спруха, И пойду в пивнуху в танке. Вот пройдет чернуха, и начнет спруха, И пойду в пивнуху в танке. Говорит, что один партизан На проезжую часть вынес гвоздь И буржуйской страны Президент Украины Чертыхая сменял колесо И кричал, что отменит момент На поставки семейных трусов Я по рации в центр стучу Мне из центра приходит ответ Если так, я еще пошучу То не выдадут мне на обед И дождаться от этой шпаны Никаких просветлений и судьбе Я герой родимой страны Сам подсмертно прошло все Муха моя муха Она шепчет мне муха Что не все так глухо Как в танке Вот пройдет Чернухаль И начнем с груха И пойду в пивнуху к танке Вот пройдет Чернухаль И начнем с груха Что забыли смотнуться в столах, А ей опять на задание лететь, Мне опять мастерить монумент, Дай нам, Господи, всем уцелеть. Ниспошли в мою лапочку свет. Ну, запомнили сложный репет? Поехали. Кто помнит? Муха моя, муха, Она шепчет мне, муха, Что несет так глухо, как танкель. Вот пройдет чернуха, и начнет спруха, И пойду в пивнуху танкель. Вот пройдет чернуха, и начнет спруха, И пойду в пивнуху я в танкель. Ну, теперь, как говорится, познакомиться друг с другом. Вадим Мещук. Это я. Спасибо. Валерий Мещук. Это он. И Леонид Сергеев. Примкнувший, да. Ну, знаете, как исторически сложилось, что за 20 лет сложилось так, что после первой песни обычно я первый прихожу, как бы, в такое нервонистическое состояние, и мне надо покинуть сцену, чтобы прийти в себя. Несколько успокоиться. Да, несколько успокоиться. Адреналин на эти перехлестывает. Поэтому сейчас ребята остаются на сцене, а я к ним присоединюсь. Итак, Вадим Мещук и Валерий Мещук. Спасибо. Ну, вот пока Леонид уходит, я хочу спросить вас, вам знаком проект «Песни нашего века»? Да? Молодцы. Вот Леонид является тоже его участником, бывших... У нас участников. Как бывший. Время от времени он присоединяется к нам, да. Так вот, он в свое время сказал о песнях нашего века, о коллективе, что это не хор хористов, а хор солистов. Так и у нас Терцет. Это тоже не Терцет, а собранный из солистов ансамбль такой маленький. И вот поэтому, может быть, еще и поэтому мы выступаем в общих концертах по отдельности. Вот. Ну и... Знаете, почему еще? Потому что хочется свои песни показать немножко еще, ко всему прочему. Потому что наши песни отличаются от того, что мы поем совместно. Об этом мы еще чуть позже расскажем. Вот. А начать с коротенькое такое сольное двойное выступление. Мы хотим с песней, которую в свое время посвятили совсем другим событиям, а уже вот года три посвящаем кризису, который то нас... То приходит, то уходит, то приходит, то уходит. Ну, в общем, мы говорим, что скоро опять все нас идет. Так что у нас... Не помешает. Не приравнобили. Ах, как все запуталось за последний год. Думали, справится, думали, пойдет. Все-таки, мальчик, и уже пора. Пожелай мне, милая, ни пуха, ни грава. Помаши с балкона мне, Гаечным ключом, ножем и сантехником Стану я еще. Пожелай мне, милая, ни пуха, ни пуха, ни пуха. Пожелай мне, милая, ни пуха, ни пуха, ни пуха. Пожелай мне, милая, ни пуха, ни пуха, ни пуха. Пожелай мне, милая, ни пуха, ни пуха. Есть только есть твердый, ни пуха, ни пуха. Пожелай мне, милая, ни пуха, ни пуха, ни пуха. Я пришлю тебе зеленое платьице И большой с красной кнопкой гудини После завтра пик у нас все наладится Ведь не зря за три моря ходи Открутешь свое зеленое платьице И поставь носил тридцать будильник По машине с балкона мне легкой рукой Принимай таким, как есть, я один Такой Это была такая, я скажу, такая несколько пожилая уже почти песня А сейчас мы хотим спеть пару песен из нашего последнего нового совсем Не последнего, а заключительного Как правило Горнолыжники И не только горнолыжники Альбомы, которые называются В таком ключе Вот Две песни эти на стихе одного и того же поэта Алексея Морозова Нашего большого друга Он тут тоже часто выступает В отличие от его концерта Вы знаете, все приближается Наш замечательный праздник Самый лучший, самый желанный, наверное, Новый год Но мы очень хотим спеть не о Новом году О нашем русском празднике Старом Новом годе Подписка, как и называется Не Новый, Новый год Я пью грузинское вино Душистое, как мёд Встречательно заведено Не Новый, Новый год Уже январь тринадцать дней На матовом лесу не год Выводит циркулем огней В порочный круг долгов Презвредный метод Прикурю от меркнущей свечи И в дом покаюсь январю В чём Бог не уличит О чём бессонница моя Букливо умолчит О чём бессовестно молва На всех углах кричит Когда очистится душа Как воздух по весне И я буду слушать Чуть дыша Как дышит сын во сне И запрещённые стихи Не обратятся в галь И непрощённые грехи Отпустит мне январь Я пью грузинское вино Пушистое, как мёд В свечате вино Заведено не новый Новый год Еще одна песня из нового альбома Вы знаете, очень много песен О разных городах, в Москве Там куча песен, даже у нас есть Валера, там несколько песен о Москве Есть песня, вы знаете, там О Нью-Йорке Там Нью-Йорк поёт Фрэн Синатра Есть даже целую музыку про Чикаго Про город Есть даже А уже кто-нибудь приезжал, скажем Из Москвы в Тольятти На поезде Нет? Нет таких? Нет Там, когда московский поезд прибыл И в Тольятти Звучит песня Митяева Послушай, приятель Ты не был в Тольятти И так далее, да Вы знаете, о том городе Котором мы сейчас будем пить Я вас уверяю Никогда Поезд, приходящий из Москвы В этот город Не будет встречать наши песни Хотя я не уверен в том, что Об этом городе вообще есть песни Если есть, вы нам пришлите, пожалуйста Записки Может, это из этого города Сегодня Вполне возможно, да Спасибо for you Пури вы молодые, резвые И худые, в мир отрезвые Из гитарей колесили По окраинам всей России Кому нравилось, подпевали, На венца в стакан подливали, И гитару, пустив по кругу, Выпевали мы друг за друга. Значит, в Липецке, Значит, в Липецке Будет выпить с кем, Будет выпить с кем. Запаслись пивком, да, ехали, Ну, поехали, ну, поехали. А как рухнул железный занавес, Мы дышать обучались заново, И глотали ветра на станциях, Кто в Италиях, кто во Франциях. И объездили полгермании С неразмерным рублем в кармане, И обучали их пить стаканами, Жаль, что водка у них поганая. А вот в Липецке, а вот в Липецке Будет выпить с кем, Будет выпить с кем. Запаслись пивком, да, ехали, Ну, поехали, ну, поехали. Ах, какими мы были наивными, Брали в долг большевыми гривнами, Но долги посвращали первыми Трудовыми кровными еврами. И у каждой красотки стервочки Наши фотки висят на стеночке, И устроите мне глазки, девушка. Да я дедушка. А я не дедушка. Волню, как на острове Беренга, Алилуты махают с берега. От Никольского до Америки Час с моторкой вы не поверите. Но не вышли мы видно формами, Не пускают нас в Калифорнию. Значит, мы пили, будем рыпаться, Два плацкарных возьмем. Танит в Липецке, танит в Липецке, Будет выпить с кем, Будет выпить с кем. Обустил мешок наш Сайхамир. Что, приехали? Да ну, приехали. Дай, 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 дай. Что, приехали? Ну, практически мы все с вами приехали. Девушки отдыхают. Ну, мы с вами встречаемся сегодня в преддверии, как Владимир сказал, уже одного из самых замечательных праздников. Это выборы 4 декабря, да? Неизвестно, когда. Еще на 100 праздников. Но это имеет в виду, да. Неизвестно, когда мы в следующий раз встретимся. Поэтому с наступающим вас 2012 годом, дорогие. Ну, заодно и с 13-м тоже. Знаете, обычно барная гитара не настраивает, они вот как выходят на сцену, так пусть звучит на всякий случай. Знаете, они или настраивают как дети, чтобы толпили себе ровные. Они как дети есть. Я, побывавший там, где вы не бывали. Я, побывавший то, чего вы не видали. Я уже там, стоявший одной ногою. Я говорю вам, жизнь все равно прекрасна. Да, говорю я, жизнь все равно прекрасна. Даже когда трудна и когда опасна. Даже когда не злостно, почти ужасна. Жизнь, говорю я, жизнь все равно прекрасна. Вот, глянусь назад, далека дорога. Вот, погляжу вперед, впереди немного. Что же там позади города и страны? Женщины были, жанны мои, Анны. Дружба была и верность враждая зло. В доме земли скучали, а крышку дрова. Старин с горон над темною той рекою Ласково так помахивал мне рукою Ниточка жизни, шарик непрочно свитый Цветки туман надежды не мог соблазнать. Щепаный, перештопанный, мятый, битый. Жизнь, говорю я, жизнь все равно прекрасна. Небо пограло красно перед восходом. Лес опустел морозом вокруг ясно. Здравствуй, мой друг воробушек. С Новым годом, холодно, братец, А все равно прекрасна. Здравствуй, мой друг воробушек. С Новым годом, холодно, братец, А все равно прекрасна. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Это градусный Вадим Мещук, Валерий Мещук, Леонид Сергеевич. Пока мы привыкнулись. АПЛОДИСМЕНТЫ А сейчас начинается часть нашего совместного уже творческого творения. Знаете, когда мы поехали в первые совместные гастроли, совершенно неожиданно для нас, это был 21 год назад, мы попали в Крым. Тогда Крым была еще совместная территория. И был конец октября, где-то уже, и не то, что там отдыхающих, по-моему, даже аборигенов в Крыму уже не осталось, и было холодно. Нам представили удивительную женщину. Галена Ивановна. Галена Ивановна. Галена Ивановна, да. Галена Ивановна, она ходила по пляжу, там лежали одинокие пенсионеры, как тюлени, которые просто не могли подняться уже. С мегафоном. Она ходила с мегафоном и, знаете, так подходила к спящему пенсионеру и в ухо ему наставляя мегафон, говорила «Сегодня!» Человек знает, говорит, концерт Мишчуков Сергеев. Потом она заходила в столовую корпуса какого-нибудь, садилась у выхода, ноги на стул, и никто не мог перелезть через ноги Елены Ивановны, потому что она орала в мегафон, что «Сегодня!» Концерт Мишчуков Сергеев. Никто не знал ни Мишчуков, ни Сергеев, но все по 10 рублей и шли. Однажды она пришла к нам и сказала «Ребята, большая удача творческая! Концерт на птицефабрике!» Говорит, Елена Ивановна, а кто же там слушать будет? Кури, гуси, там два пленных скотника и директор птицефабрики, живущий из Курицын? Она говорит «Яйцами дадут!» После концерта действительно для двух скотников директора «Трех курей» мы такие понурые возвращались. Она, тяжело груженная коробками с яйцами, была счастлива до мега. Это было в интенсивности нашей концерты. Мы так развлекались, и вот таким образом... Ну и вот как-то сидя в кафе бьем кофеет, значит, дождик идет. Ну как-то нам надо себя взбодрить, понимаете? И слушаем по радио, да. По радио такой набор там любые «Атаман», «Есаул», «Газманов». В общем, такая стилистика гражданской войны. Мы такие сидим, думаем. А время-то вы помните какое было? Вот все ждали, начнется гражданская война или не начнется, на самом деле. Ну, скоро, скоро. Ну, да, вот как-то вот тревожно говоря. И мы сидя, значит, в этом кафе решаем, что давайте вот мы какие-то песни такие напишем, может быть, на эту тему, еще на какие-то. И причем, как я уже говорил, не похожи на то, что мы до того делали. И поэтому давайте, значит, не под своими фамилиями. Альбом выпустим не под своим фамилиями. Все скажут, странно скажут, кто это, кто это, мы скажем, а вот это мы. Под фамилиями девичьих фамилий наших матерей. И получилось бы, наверное, это очень смешно. Это вот так. Вадим и Валерий Кочаровские и Леонид Овсянко. Ну, что-то Леонид не захотел. Ну, нет, как-то человек. И мы, в конце концов, таки написали песню и выпустили альбом, но уже под своими именами. И там был такой цикл, красно-белый цикл, вот как раз размышления на эту тему. Ну, 21 год назад, прежде всего, сами уйдите в память этого, вспомните себя и послушайте две песни, из этого красно-белого цикла. Первая песня называется «Крымский вальс». Да, вы знаете, когда несколько лет назад, ну, лет 10 уже, уже 7 лет, 10 назад, да, когда я видел передачу «Служу России», и как раз была посвящена разделу Черноморского флота. И вот на фоне этого раздела Черноморского флота звучит наша песня почему-то, да. Хотя мы думали что-то о другом. Ну, оказывается, иметь и такой смысл, наверное. Ну, наверное, для редактора, для... Крымский вальс. Кто-то вернется сюда Кто-то вернется судьбой Вместе с другими в строю Полный красивейших рек В югу приходят теплей Не отмолите в обед Смертное ржание коней Чей обрывается век Пулей, пробившейся дот Белая концы и свиньет Кружит над царским селом Белая концы и свиньет Кружит над царским селом Песня «Террия» В тиснутом несколько строк Прошлые русские сны Падает красный листок Белую пену волны Чью-то седую тоску Самый ветер унес Тихо шуршит по песку Нежная ненависть слез Не замерзает вода Лучше ущерных морей Кто-то вернется сюда Грузом больших якорей Чью-то седую тоску Самый ветер унес Тихо шуршит по песку Нежная ненависть слез Тихо шуршит по песку Нежная ненависть слез Аплодисменты В этой молодой наглости У Акуджама была песня «Батальное полотно» Мы сидим в кофейне в кактебельках У нас будет песня «После батальное полотно» По радио там поручики, соул У нас будет подхорунжий Даже не хорунжий И вот следующую песню мы написали И сами еще не понимали ее величия Это я, естественно, шучу Величие мы осознали, когда в Симферополе Нас пригласили на телевидение во время гастролей выступить И мы в маленьком притвальничке телевизионном Ожидая вызова в студию Столкнулись лоб в лоб со 25 человеками Которые назывались «Краснодарский кубачий казачий казачий» Ну, там сидим в уголке, так репетируем теперь эту песню Они услышали, когда в 4 баяна и в 125 своих казачьих кубачьих голосов Они спели нам эту песню Вот мы послушали со стороны и содрогнулись уже Ну, сейчас мы втроем попробуем Сейчас мы содрогнили Каждый за 43 человека Расколола молния На твоей дорогу Разрубила тайнюю Черная гроза Скачет небезучие На свидание с пологом Засыпает дождичком Тусклые глаза Скачет небезучие На свидание с пологом Засыпает дождичком Тусклые глаза Танчики Танчики Башарьи Пчатся Вачьим Гоном Неживо Качается Стременно Верно Конвой Луч Закатный Закатный Светится Золотым Погоном Луч Рассветный Горзится Красною Звездной Погоном Луч Рассветный Горзится Золотым Погоном Луч Рассветный Горзится Красною Звездой ПЕСНЯ 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 На свидание с Богом Застывают памятью Мертвые глаза Скачут же небесущие На свидание с Богом Застывают памятью Мертвые глаза Мертвые глаза И на пароходе Вообще это было после Чернобыльской аварии уже И Днепр был зеленого цвета Он их свел Ловились трехклешневые раки одноусы Бойкие такие И вот, наверное, исходя из этого исходило Вдохновение, так сказать, снисхождение Вадим сидел в каюте с гитарой Я сидел на палубе Через окно мы и передавали друг другу Кофе Наливали И кофе И бумажки какие-то Я писал на бумажке то, что приходило в голову Владик сразу медитировал Наигрывал мелодию И получилась вот такая Я что-то вспомнил после этой поездки Извини, извини, не вспомнишься Это было, по-моему, в Херсон В общем, в каком-то городе Есть музей Тараса Шевченко В Чекирине Да-да И вот из своей поездки Я понял, что мы сочинили эту песню Да И в музей Тараса Шевченко Я увидел фотографию Где-то Тарас Таруха Где-то 90 фотографируется И под ней написано Невеста Тараса Григорьевича Шевченко Миша Это вы персонажи Самый интересный Это с песней, которую вы слышите Ну, никак Она Песни обычно написаны В заключение концерта Но Я навлекаю Нет, на самом деле Нас почему на Украину все время тянет еще? Это в том, что Пищуки, они же концерты Да, у нас родители оттуда Как наполовину Из Киева Вот Отожили мы не в Киеве Ну, хорошая двойная фамилия Мищук Кочаровский Да? Пока они главные Улак Артемовский Мищук Кочаровский Да, 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 да А я Овсенка Сергеевна Знаете, мы только недавно выступали Как раз на этом На юбиле Вот у нас какой-то 4-го числа был праздник Да? День Что там было? Ну, вообще какой-то день был Да Но я помню, что он Выходной Да? И что он связан с тем, что Поляков выгнали из Москвы Да? Мы выходим с Валерой Какой-то 4-го числа И прошел УСИ Да Вот Сегодня поляков там Вот, там, 40 лет нас выгнали из Москвы А мы с Валерой, извините На половину поляки Ну и думаем Выгнали, это что-то или нет Все Условно, новый день прошел Да А сам татарин Песня называется Тихая песня Тихая песня Тихая песня Песня очень Вилками Не важно Я бы сказал, как вилками можно стучать под сурдинку Спит под волонами Ночная прохлада Волны колышет зеленое солнце Солнечный зайчик Пригрелся в оконце Тихая мелодия Что еще надо? Солнечный зайчик Пригрелся в оконце Тихая мелодия Что еще надо? Надо немного ловить Велик не дай Шевелись в леснане Как птица речная Неизбеснимая Таинство рая Тихая мелодия Отзывы печали Вверх по излучиням Против течения Скоро пристали К истокам начала Что это было Как много, как мало Тихая мелодия Сон возвращения Что это было Как много, как мало Тихая мелодия Сон возвращения Что это было Как много, как мало Тихая мелодия Тихая мелодия Сон возвращения Тихая мелодия Сон возвращение Аплодия К истокам Тихая мелодия Сон возвращения Записывай на сцену. Спасибо. Вы собирались попозже. Было одно. Так, кто в очках? Я. Читаю. Правда, когда он... Лёнь, я читаю тебе. Я твое штец. Очень хочется услышать Свадьбу. Или это ушло в далекое прошлое. У меня нет такой песни. Это ушло в далекое прошлое. Или свадьбу, или это ваше помоле. Ну не сейчас, Лёнь. Колокольники и календарь. Колокольники в сочетку. Разница, да, разница. Погодите, все будет. Сейчас, пока мы рассказываем историю создания, это даже не песня, но то, что вы сейчас услышите, это такого большого некоторого действия, это песни. Потому что в 90-е годы, когда еще, как говорится, перестройка только-только набирала, а обороты ничего не помянуты. И у дикторов центрального телевидения была такая присказка, слово «не врагей» поймали, вылетел. Оговорился человек в эфире, перенос отпуска на зимнее время, расстрел условный, и поэтому шаг вправо, шаг влево, побег, и поэтому люди копали, как говорится, в духовно-моральном смысле, вверх и вниз. И вот там уже, улетая в небеса, они были душевно свободны, нет, духовно свободны, душевно больны. Мы тоже, как-то, чаша сия у нас не минула, и мы придумали такую песню о козлове. Хотя, если есть козловы сегодня, то все совпадения совершенно случайные. Мне кажется, что эта песня была тоже причина, когда мы пили кофе. Много. Кофе был крепко. Я заслужился, я не могу просто. Я все в смысле, колоколинка в секс-шопе, да, сюжет новой песни вообще-то. Я вам должен сказать, что все это он говорит экстрактно. Не, вот фонировали. Когда он выйдет на сцену, вы попробуете попросить и не петь, а рассказать, что он будет. Потому что ему лучше не пить для сегодня. Да, у него, так сказать, штопаны-перештопаны. Штопаны-перештопаны, мяты-биты, это про меня. Я жал, что не напали. На гитаре тяжело играть. Ничего, ничего. Ну, хорошо, значит, песнь о козлове. Дайте много кофе, он всегда сыграет. Да, да. Я вас попрошу немного собраться, поскольку произведение сложное, необычное. Вот так, внутреннее. Если есть психиатры, то лучше им приступить к выполнению своих прямых обязанностей. В московское время 6 часов утра. Доброе утро, товарищи. Передаем последние изведствия. Вчера в 19.08 у Козлова поехала крыша. А вчера в 19.08 у Козлова поехала крыша. А сегодня в 12.08 у Козлова, крыша встала на место сама. А сегодня в 12.08 у Козлова, крыша встала на место сама. Но за эти 17-е мгновенье он успел развестись и жениться. Нагязать пар, корову и фу, все поврить и опять зарасти. О, успел побывать на Таити, где живут шоколадные инфы. И козлов пару-тройку в коленях уделил этим злицам любви. Он подирал после вакболу, так же делал фигуры в антейку. Сам бот-бастер кормил ее манго, откликаясь на свечное. А потом поманил его постик, недоступный, холодный, желанный. И до слов разбежавших по горку, стартовал, как в союз, Словно вновь по Питерской, Питерской пронесся земной. Питерской пронесся земной. Питерской пронесся земной. Чудеса он нашел Атлантиду, Покурил на каком-то короле, Он бычка зачиналил, Там один и хотел уже просить бычка. Но холодным подводным теченьем Отломала кусок сахалина И его изумаленному взору. Атлантида открылась вся, Атлантида открылась вся, Атлантида открылась вся, Атлантида открылась вся. Пацаны нас снимают? А-а-а! Как жаль, что проходят мгновения, Возвращается крыша на место, И лишь чувство какой-то перелоги Тихо шквыркает в левой груди, И козлов на куриного снега, Через город очковый, Минуту основной, И свою ненадёжную крышу, Крепко-крепко гвоздями прибил. И свою ненадёжную крышу, Крепко-крепко гвоздями прибил. И свою ненадёжную крышу, Крепко-крепко гвоздями прибил. И свою ненадёжную крышу, Крепко гвоздями прибил. И своё ненадёжную крышу, Крепко гвоздями прибил. Да, мы думали бы там, 8, 9, аут, И зрители лежат, А они, как всегда, шоколадят. Ну, мы решили переложить руку К этому движению, И создали проект, Который, На наш гад, называется Не менее красивым. Всякие песни о всяком. Один. Причем цифра 1 не указывает на обязательное продолжение Всякие здесь 2, возвращаются, нет Просто круто так Мы попытались соединить, но на первый взгляд не соединили Да, ну мы из чего исходили? Значит, партийно-правительственные песни Ну сейчас просто партийные песни, да? Песни попсовые, песни самодеятельные, авторские Мы исходили из чего? Слова, в принципе, те же самые Только мутарения разные, да? Чем дальше все, не говоришь о буквах и знаках О знаках и пригнания вообще те же И у нас была такая цель Когда собирается такая хорошая, большая, нормальная компания И мы начинаем петь эти песни Каждый вспоминает что-то нравящееся ему и поет И знаете, вот этот ровный, неулушный хор голосов должен звучать Во время исполнения этого проекта Особенно при исполнении первого произведения Потому что оно очень патриотическое Да, да, и при исполнении его мы обычно стоим Ну сейчас полно стоим Ну вот старого мэра еще не посадили Пока висим Да, ну вот давайте в стаде пока Хотя бы морально встать А гости столицы обязаны встать Утро красит нежным цветом Стены крепнего Кремля Просыпается с рассветом Вся советская земля ПЕСНЯ 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 Красной икрой И нежно поет. Дай мне Любое дело, Чтобы сердце пело. Верь мне, как тебе. Верю я. Люблю, я люблю, я люблю, я люблю. И без слов я найти не могу. Я люблю, я люблю, я люблю, я люблю. Досаду гладкую путь. Но я люблю, я люблю, я люблю, я люблю. Руки сильные, прям брой в разлёк. Я люблю, я люблю, я люблю, я люблю. Молод, но это пройдёт. Проходит жизнь, проходит жизнь. Что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь. Повторяю я снова и снова. А вот уж окна зажглись. Я шагаю с работы устало. Я люблю тебя, жизнь. И хочу, чтобы папа подоил, папа подоил, папа подоил, папа подои мне рассвет. У силённой палатки подоил, папа подоил, папа подоил, папа подоил, папа подоил. Ну пожалуйста, пожалуйста, самолёт меня возьми на усталость. Мне пожалуешься на плече моё пусть и руку дай. Садя по лесенке на другом краю земли. Где? Где? Тут цитата из одной из свадьб Ленина Сергеева. В гнезде. 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 Костяк и Вавил, и все бедюжники вставали, Когда пивную он пролежет, побольше будет. Синее это море за бульваром, Как штатногордом цвенет. Наш Константин берет гитару И тихим голосом поет. Как здорово, что все мы здесь Сегодня собрались на песочке Не на сладком сгаре, а сладкая песня. Дядя, словались, был краткой сваречкой, И зажимуевалась робкая луна, И тихонько освещала нам она. Зеленое небо, красные облака, А больше краски не было у чудака. Зеленое небо, красные облака, А больше краски не было у чудака. Зеленое небо, красные облака, А больше краски не было у чудака. Зеленое небо, красные облака, А больше краски не было у чудака. И можете посмотреть на наши виски.